И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Глеб Топ. И сегодня в этом видеоролике я хочу рассказать про несколько крутых или даже плохих режимов про One Piece. Этот топ будет разделен на 5 режимов, и получается я вам покажу 5 режимов, которые похожи на One Piece. Возможно, про что-то я скажу хороший режим, а что-то вообще плохой. Но мы переходим к пятому месту. Ищешь где безопасно купить робоксы? Так вот, сайт rbx. Это лучший магазин для тебя и твоих друзей. А курс здесь равен 3 робокса, равен 1 рублю. Сайт выводит робоксы методом трансфера, и здесь есть очень много способов оплаты. Думаю, вот вы это видите. А еще у них есть свой дискорд сервер, где они делают розыгрыши на робоксы каждый день. А если вам интересно, где же находятся отзывы, а это у нас получается в их группе ВКонтакте. Здесь также проходит много розыгрышей, а все ссылочки будут в описании и закрепленном комментарии. Итак, ребят, вот у нас пятое место, а это Grand Peace. Что это за режим? Я, честно говоря, не знаю. Я, правда, у него чуть-чуть поиграл, но я ни капельки ничего не понял. Что же здесь нужно? Я не знаю. Так, вот мы куда заходим, у нас появляется кнопка «Играйся». Мы нажимаем на нее. Так, у нас, наверное, что-то не пропустилось. Знаете, покликаю сюда. А, вот. И я не знаю, давайте нажимаем «Вселенная Хаба». Я не знаю, что это значит, но я сюда нажимаю. На нас пока что никуда не кидает, но я думаю, у меня просто пинг, и ничего не успевает прогрузиться. А, вот, ребят, нас куда-то закинуло. Так, обалдеть, ребят, сколько здесь фруктов валяется? Надеюсь... О, это я. Надеюсь, я что-то смогу из этого поднять. Но как мне попасть сюда? Так, куда бы нам нажать? Нам, наверное, нужно нажать... Создать. Ага. Арена. Давайте пойдем сразу же на арену. А, мне нужен 75 уровень, чтобы попасть на арену. Блин, ребят, я на арену попасть не смогу, к сожалению. Но здесь же... А, нет, стоп. Королевские битвы. Солос. Здесь тоже нужно 75 левел. Да, блин. Ладно, давайте пойдем на Трудан. Дангионы. И нажимаем «Создать». Ооо. Амон, эмон, 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 сэмон. Нас куда-то запускает. Я слышал, где это голос. Ну ладно, давайте телепортируемся. И потом мы снова свадьбим. И потом мы снова с вами увидимся. Так, ребят, нас сюда не закидывают. Я не знаю, почему. Прошло уже минут 5. И нас все еще не закинуло. Давайте нажмем «Выйти». Давайте в главное меню попробуем выйти. Потому что я не знаю, что произошло. Но нас спокойно не закидывает. Я не знаю, почему. Вряд ли это пинг. Но все. Потому что здесь все вот так. Ну, весь чат показывается. Он грузит. Но давайте попробуем зайти еще раз. А, ребят, мы куда-то телепортировались. Я, правда, нажал «Закончить». И меня уже куда-то тэпнуло. Я думаю, нам как раз нужно сюда. У нас пока что еще ничего не прогрузилось. Но давайте посмотрим на мой скин. Ну, вообще, получилось довольно неплохо. Согласитесь, обязательно пишите об этом в комментариях. Так, думаю, нам... Сейчас мы чуть-чуть подождем. А, все, у нас чуть-чуть прогрузилось. И нас уже бьют. Почему? Стой. Вот, это бандит. Почему они сразу начинают меня бить? Ну, давайте попробуем. Как-нибудь его... Блин, ребят, я даже бить его не могу. О, вот, ребят, все. Мы сейчас его точно накажем. У нас вроде бы прогрузил. Давайте тяжелый удар делаем. Блин, у нас... Не получается. А вот. Нет. Тихо. Нет. Да, блин. Давайте попробуем, сделаем бок. А, нет, тяжелый удар у нас на «Е». Блин. Так, делаем. Блок. Блок. Все, он сделал свой ком в атаке. И мы его убиваем. Так, тихо. Опять бью. Другой бьет. Блин, ребята. Почему? Ладно, сейчас убьем его. Нам нужно все-таки добить. Что он делает? Нет. Я умер. Я умер трагической смерти. Меня убил бандит. Блин, ребят. Вообще, как по мне, режим. Он, наверное, прикольный, если в нем разобраться. Если узнать, что же в нем нужно делать, тогда я режим, думаю, будет бомбой. Но так как я в него зашел первый раз, я думаю, будет достаточно, если он будет у нас, получается, на пятом месте. И давайте переходим к четвертому месту. И вот, ребят, у нас, получается, на четвертом месте это даже не знаю, как читается это название, но руется батлграунд. Все, давайте нажимаем играть. Так, нас куда-то закидывает. Ага. Вот, зашли. Что же здесь нужно делать? Ага, у нас есть какой-то, получается, атака. Это, на просто клики мы, ага, выпускаем какой-то ледяной атаку. Это мы просто бьем, а на один, нажимаем на запустить, выпускаем атаку. Ну, нормально, так-то прикольно. Режим выглядит очень классно. Но, опять же, чуть-чуть я не понимаю, где NPC, кого надо бить, и не только ли надо здесь убивать друг друга. Ну, хотя, батлграунд, думаю, нужно убивать друг друга, но пока что я никого не вижу. О, я слышу какие-то звуки, давайте попробуем найти. Ух, ничего себе здесь, ребят, анимация. Ну, анимация здесь прикольная. О, я вижу, как кто-то дерется. Давайте попробуем как-то добраться дотуда и тоже с ними посажаться. Ух, ребят, я понял, как сюда забраться, и давайте все-таки сейчас заберемся. Так. Видите, я не допрыгиваю, да блин. Может, на это дерево я допрыгну? Блин! Ладно, ребят. А как здесь реально драться, я не понимаю. Здесь, типа, NPC же нету, я не могу найти NPC. А, вот, можем мы отсюда сможем забраться. Сверху там вроде кто-то дерется. И, возможно, мы кого-то убьем, хотя это маловероятно. Вот, ребят, я забираюсь, это очень класс. Ага. Ух, да. Давайте. Пустим атаку, надеюсь, он нас не убьет. Или кто это вообще? Блин, ребят, нас атакуют тоже. Ладно. Опа. Мой первый урон, 9 урона я дал. Наша бантина в риске. Ну, ладно. Пытаемся атаковать. Издалека, ребята. Так. Смогу ли я вообще убить? Ога. Мне дали... У меня новый левел, и они мне дали 20 гемов. Отлично, ребят. Блин, а как они так... Они в воздухе, я вряд ли попаду по ним. Ну, вот, они приземлились, и мы у них стреляем. И мы тоже даем урон. Так. Блин. Пускай у них... О, мы их заморозили. Нет. Пускай мы еще раз. Они заморозились. Я не понимаю, что происходит, ребят. Пускаем. Ага, все. У него осталось 38 хп. Стой, я хочу его убить. Подожди. Пускаем еще раз. Блин, ребята, я не попал. Он его убил. Он убил его. Я отомщу. Опа. Кидаем в него. Пускаем. Он у нас заморозился и превратил. Блин, ребят, я умер. Вы были убиты. Ну, вполне режим неплохой, ребят. Думаю, если тоже понять, что же здесь нужно делать, тогда, я думаю, режим будет достаточно интересный. Так, вроде, все очень прикольно. О, давайте нажмем фрукты спина. Посмотрим, можем... А, мы можем что-то крутить. Фрукты стараются. У меня есть лед. Редкий. А, вот, у меня оборудован, да? Нажимаем назад. Спина вот здесь находится, да? И давайте мы прокрутим. А как? На что крутить? Фрукты. Лед. Ну, ладно, давайте поднимем спин. Да. И, ууу, передать прикольную анимацию. И нам отбивная, обычный шанс, 24%. А, вот, 50 гемов, у нас 370. Давайте откроем на все и посмотрим, что же нам выпадает. Песок, тоже обычный, но 24%. Мы все-таки будем открывать на все и посмотрим, что же мне выпадает. Опять же, отбивная, шанс на нее, 24%. И, вау, у меня падает дым. И здесь шанс уже 9%. Надеюсь, мне выпадет какой-то легендарный имбовый фрукт, хотя это маловероятно. Ну, здесь легендарный, вот, это квак, гравити, феникс, ничего себе. Эпический свет, огонь, магма, пах. Ага, давайте посмотрим, какие здесь вообще фрукты есть. Вот, общий барьер, чок, песок, дым, резина, бомба, лед, тьма. У меня был лед, но я его скипнула. Эпический свет, огонь, магма, пах. И легендарный, это квейк, гравити, феникс и... Рабер, наверное, резина, я не знаю. Ладно, давайте попробуем, может быть, нам выпадает какой-нибудь легендарный фрукт. И нам падает барьер. К сожалению, это обычный. И у нас осталось 2 спина, так что мы быстренько их закручиваем. И идем к третьему месту. И последний спин у нас, и нам выпадает, я думаю, эпический. Нет, и нам выпадает отбивная. Это у нас обычный фрукт. И давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. А, у нас, получается, остался только этот фрукт. А я думаю, здесь есть еще места. Но, к сожалению, таких слотов нет. Ну ладно, ребят. И мы, получается, переходим к третьему месту. И на третье место, ребят, я бы хотел поставить игру One Piece. Гейм. Я, честно говоря, уже играл в нее. У меня там даже есть фрукт. Но я играл недолго. Я поиграл минут 10, чтобы понять, что это за режим. И чуть-чуть я понял. Но не так много я понял об этой игре. Но я даже нашел фрукт. Давайте я все-таки сейчас подключусь и покажу вам, что же это за режим. Вот, ребят, я зашел. И этот режим выглядит так. Здесь у меня крылья. Я думаю, это раса. И раса у меня получается Sky. И сразу говорю, фрукты здесь можно найти везде. Так, вот сразу же вам покажу мой фрукт. Это огненный фрукт. Я его нашел вообще. Просто стоял, стоял, стоял. Даже давайте покажу, где. Вот здесь вот я нашел этот фрукт. Давайте я вам покажу его скиллы. Так, это что такое? Ну ладно. Вот эти скиллы. Здесь такой скилл на Q есть. Опа. И он просто убил всех, кто стоял около меня. Ну, довольно прикольный. Прикольный скилл. Ой, здесь какой-то крутой челик. Ну, я все-таки буду покруче, я думаю. И, как по мне, я понимаю, что этот режим не совсем понятный. Тоже. И нет какой-то особой цели. И здесь как-то все очень замудрено. Всякие бесплатные награды. Там тренировка АФК. И много всего всякого непонятного. Вот это вот. Вот это все. Я думаю, вот это все лишнее. То, что сверху. Так, а что это? Я думаю, это за донат. Да. Это за донат. И здесь еще. Ой, ребят. Куда я нажимал? Теперь я жалею эту, что я нажал это. Блин. О, вот, ребят. Получается вот такой вот режим. Честно говоря, у меня, ну, достаточно он зашел. Такой обычный режим. Нет ничего сложного. Достаточно понятный. Ну, ага. Нас куда-то кикнула тренировка АФК. А, вот, ребят. Мы, получается, перезашли. Вот мы перезашли. И давайте продолжим. Вообще, этот режим достаточно прикольный. Если в него также научиться играть. Но так, я думаю, он намного лучше, чем те режимы, которые были до этого в нашем топе. Давайте нажимаем на Q. И мы, получается, убили, да? А, нет. Блин, мы куда-то полетели. Нет. Остановись. Но минус этого режима здесь очень медленно копится энергия. Это прям, честно говоря, очень долго. Ну, возможно, здесь как-то можно это прокачать. А так это очень долго. И давайте перейдем к плюсам этого режима. Ну, он достаточно интересный. Здесь есть много островов. И здесь можно искать фрукт. Если бы я сейчас нашел, я бы вам показал вообще, как выглядит фрукты здесь. И здесь довольно понятно, что здесь делать. Ну, конечно, берешь вот так, убиваешь. Так, нет, стой. А, здесь энергии у меня нет. Я хотел прожать скил, но у меня нет энергии. Ну, получается, здесь он, конечно, не совсем понятный, но что-то-то можно здесь поделать. С друзьями, ну, можно что-нибудь поделать сразу. Если бы два раза нажимаешь V, и ты делаешь как бы дэш. Вот так делаешь. И перекаты, дэш, это все есть. Есть и минусы. Режим максимально чем-то засран. Какие-то вот эти вот менюшки всякие. Текста, они здесь, я думаю, не нужны. И, кстати, здесь есть даже новые острова. Давайте я вам покажу, как же прилететь на новый остров. Если у меня хватит энергии, я долечу. Стоп. Вот у нас новый остров, и я не долечу, ребят. Нет. Я не долетел, и получается, я погибну. Потому что здесь прыгать в воде нельзя. Но вот новый остров, там совершенно другие мобы, новые NPC, и новые задания. Получается, в этом режиме задания брать нужно вот здесь вот. Вот, получается, вы заспавнились, и вы бежите вот сюда. Вот к нему, и он дает вам квест, и вы выполняете задания. Ну ладно, ребят, давайте полетели к третьему месту. Точнее, это ко второму. Получается, на втором месте у нас режим King Legacy. Давайте мы в него подключимся, и я вам покажу, что же здесь нужно делать. То есть такая вот, ну, неплохая иконочка. Довольно это прикольно выглядит. Ну, я думаю, это просто лишнее. Я в этот режим поиграл, я поиграл даже у него больше, чем в остальных, которые были в нашем топе. И даже получил фрукт. Вот у нас есть какой-то фрукт. Он называется у нас ГАЗ. Так, это что? Вот. Побежали, вам покажу. достаточно прикольный режим, вот здесь вы покупаете фрукт, но там он стоит очень достаточно дорого, для первого уровня столько накопить денег думаю сложновато, у нас уже седьмой левел, здесь брать квест для первого, а здесь вроде бы квест для десятого, мы сейчас попробуем взять этот квест, вот, а цепь, у меня их вот это левел, окей давайте перейдем, получается будем пытаться убивать вот этих нпс, которые наш левел позволяет, вот берем, притягиваем его, притягиваем его, его и последний нпс, вот его и берем наш фрукт и нажимаем на зетку и вот, ну ребят, ну скилл довольно красивый, прям очень неплохо выглядит, и сразу же нпс у нас спавнится, это очень хорошо, почему-то он бежит за мной, но у нас на нашем фрукте есть логии, поэтому он отбить не может, давайте его тоже продамажим, его и его, получается, вот мы всех продамажили, и давайте нажимаем на зетку, ну это выглядит очень классно, ребят, согласитесь, режим довольно прикольно выглядит, ну здесь, не, он правда, это самый пока что лучший режим из наших топов, и давайте возьмем новое задание, вот, ну вот этих пиратов, здесь пиратов у нас побольше, и я думаю, почему-то я их убивать с первого удара не смогу, ну, там, давайте мы берем, нажимаем z, и всех просто атакуем, и у них, правда, осталось уже мало хп, но я думаю, мы их спокойно убьем, еще раз нажимаем на зетку, и все, ребята, у нас уже 15 ухвень, получается, за одно задание мы выполнили уже 5 левелов, давайте посмотрим, здесь у нас 20, мне нужно еще 5, чтобы взять другое задание, так, берем, получается, квест, принимаем, так, и вот у нас этот нпс, он ходит постоянно за нами, хочет, чтобы мы его убили, ребят, так, вот, мы сейчас всех агрим ко мне, чтобы они бежали за мной, и давайте покажу вам атаку в стиле бываю, вот, на зетку нажимаем, и атакуем, здесь сносит 25, это неплохо, но все-таки атака от фрукта выглядит еще лучше, и сносит урона побольше, и все, у нас получается 17 уровень, это что, а, я думаю, этот фрукт, фрукт, ребят, но нет, давайте мы аптим 20 уровень, и, наверное, потом перейдем к первому месту, не, мне прям нравится этот режим, он довольно прикольный, достаточно оптимизированный, и думаю, если, здесь, потому что есть еще новые эти же острова, но я пока что на первом, ну, тоже неплохо, я думаю, так, у нас уже 19 левел, это очень круто, и сразу говорю, здесь фрукты валяются вовсюду, здесь нету, допустим, как было с фруктом, под деревьями, здесь они просто могут расправиться в ходе где угодно, так, давайте, вот, нам еще одно здание выполнено до 20 уровня, опа, и сразу же мою зетку, и еще убить этого NPC, и у нас будет 20 уровень, да, все, ребят, у нас уже даже 21 уровень, мы уже достаточно нормально так прокачиваем, но, к сожалению, я вроде бы рандомный фрукт открыть не смогу, и здесь только с сотого уровня, и 250 тысяч, ну, ладно, ребят, давайте побегаем, покажу вам еще, что здесь есть, ну, вот такие вот здесь NPC, здесь это, получается, босс, Таши, ну, я думаю, это босс, если он стоит один, ну, режим вполне прикольный, здесь даже есть другие острова, так, что-то, как-то все мыльно стало, вот, остров, вон, другой остров, но, вполне режим неплохой, мне, честно говоря, нравится King Legacy, просто, ну, режим прикольный, здесь очень хорошая оптимизация, и в него играет 60 тысяч человек, ай, блин, ребят, мы сейчас убийцу, я не хочу, чтобы не убивали, ладно, ребят, и давайте перейдем к первому месту, и на первом месте, ребят, конечно же, Блокс Фрукс, я бы эту жизнь поставил на первое место, потому что здесь очень понятный интерфейс, меню, статистика, вещи, магазин, здесь все есть, тут нет ничего лишнего, всякий такой, 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 здесь все в NPC, они на экране, и в этом режиме нет ничего лишнего, думаю, конечно, для новичков, для новичков тоже Блокс Фрукс считается, как непонятно, но, как по мне, это довольно понятный режим, и нет, допустим, здесь на экране какой-нибудь баунти, всякая такая фигня, и здесь у нас, получается, баунти, и здесь сразу показывают наши деньги, здесь наши вещи, здесь магазин, донат, всякая такая, статистика, и, как по мне, это очень все удобно, и, я думаю, что Блокс Фрукс должен быть у нас на первом месте, а как думаете вы, обязательно напишите об этом в комментарии, думаю, я не буду делать обзор на Блокс Фрукс, все знают про этот режим, здесь 600 тысяч онлайна, это самый популярный режим в Роблексе, ладно, ребят, как думаете вы, напишите в комментарии, какой же самый лучший режим про One Piece, а с вами был я, Глеб Топ, всем удачи, и всем пока-пока!